Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельских хозяйственных наук. И сегодня мы с вами узнаем, что нужно сделать для того, чтобы смородина и крыжовник радовали вас урожаем крупных и вкусных ягод. Смородина и крыжовник – это самые распространенные ягодные культуры у нас. И самые ранние. Они просыпаются раньше всех, цветут раньше всех. Раньше ее только, пожалуй, жимолость. И раньше всех завязывают ягоды. Именно сейчас наступает очень важный момент для того, чтобы сохранить максимум завязей, поддержать наши растения и помочь им вырастить хороший урожай. Что для этого нужно сделать? Во-первых, это, конечно же, подкормки. Для того, чтобы вырастить хорошие плоды, всем растениям нужна хорошая подкормка. И подкормка должна быть комплексной. Не только азот в виде органики, либо минеральных удобрений. Это должно быть комплекс из азота, фосфора, калия, а также микроэлементов, которые нужны смородине и крыжовнику, как витамины для людей. Поэтому сейчас вы можете вносить удобрения как в почву, так и по листу. Тем более, что у этих растений листовая поверхность уже очень большая и активная. Для внесения удобрений можно использовать такие растворимые марки, как кристаллун, зеленый особенный, специальный, эколист, кемира, комплимент. Обязательно смотрите, чтобы в составе этих удобрений были микроэлементы, которые нужны растениям, очень важные для формирования урожая. Ну и, наконец, никакой урожай не будет полноценным даже при самой хорошей подкормке, даже при самой хорошей почве, если не будет достаточного полива. И крыжовник, и смородина являются растениями очень требовательными к обеспечению влагой. Если в момент формирования завязи влаги не хватает, то ягоды получатся небольшими, щуплыми и недостаточно вкусными. Поэтому именно сейчас обеспечиваем своим растениям хороший, равномерный, обильный полив. Что это значит? Это значит, что на один метр квадратный вашей площади, на котором растет куст, должно приходиться за один полив. Хотя бы 4-5 ведер воды. Но такого полива хватит буквально на целый месяц, если не дольше, если, конечно, будут идти дожди. Поэтому основной залог хорошего урожая смородины и крыжовника, который обеспечит вас целыми корзинами вкусных, ароматных, крупных ягод, являются подкормки раз и своевременный обильный полив два. Но есть еще маленькие секретики, которые помогают сохранить еще больше урожая. Маленький секрет первый – мульчирование. Черная смородина очень любит, когда ее корни укрыты хорошим ковриком, хорошей жирной мульчи. Например, это может быть компост, это может быть раскисленный торт, либо просто плодородная почва. Дело в том, что ее корневая система поднимается вверх и часто оголяется, из-за чего растение страдает. Крыжовник тоже не отхаживается от хорошей мульчи. Второй важный момент. Когда у нас созревает урожай, и урожай хороший, он оттягивает ветки вниз. Они ложатся на землю, где очень легко повреждаются болезнями из-за сырости, из-за близости к почве, ну и вредителями. Поэтому не забываем устанавливать специальные опоры и обеспечивать хорошую проветриваемость куста. В таком случае у вас ягоды прекрасно окрасятся, созреют и потребуют гораздо меньше защиты от болезней, в первую очередь. Потому что там, где куст хорошо продувается, болезни не задерживаются. Вот такие основные секреты богатого урожая, смородины и крыжовника, которые обеспечат вас целыми ведрами вкусных ягод, можно узнать на нашем канале. Подписывайтесь, смотрите, спрашивайте и узнавайте все больше и больше нового, интересного, что пойдет на пользу вам и вашему саду. Процветание. Да, 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 вот. Все, Юле надо отпуск. Вот такие простые секреты богатого, обильного урожая, когда вы будете собирать ягоды целыми корзинами, можно узнать на нашем канале. Подписывайтесь, спрашивайте и до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Мяу, 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 мяу. Он не понимает, что это происходит. Мяу!